Стоит открыть дверь подъезда, как в нос бьет резкий запах. Эпицентр Зловонья, соседская квартира на первом этаже. По словам жильцов, по улице Интернациональной 225 уже несколько лет причина антисанитарии Ивони кошачий собачий приют. Две женщины, пенсионерки живут, забирают, кошек подкидывают и в подвал спустят, то все, кормят. А они в квартире живут? Да, в квартире и в подвале. Вот так вот. И давно это продолжается? Да, давно уже. По словам соседей, в квартире обитают собаки и кошки ни одна и даже не три. На прогулку животных не выводят, разве что выпускают в подъезд. Ну, бывает, они, видимо, потому что выпускают, может, он на первом этаже где-то, может, нагадят. Ну, то, что в подъезде дышать, нечем, это на самом деле. Просто мы уже, говорю, в таком состоянии все, что кто бы к нам в гости не пришел, кто вообще за год-два здесь почему так пахнет. Такое соседство порядком надоело людям. В жилье проникает запах не только из зловонной квартиры, но и из подвала. Не съеден, и кошачий обед гниет, залежи экскрементов животных никто не убирает. Ну, они прям большие. Она их нормально так откармливает. Вот мы плинтуса оторвали, ремонт делали, оттуда появился запах. Ну, это из ее квартиры, то есть. Зачем в подвале кошкин дом и сколько животных живет в квартире, мы решили узнать у самих хозяев. На вас жалуются соседи, что плохой запах из квартиры идет. Я антисанитария. Ой, не буду я ничего открывать. Вы как-то собираетесь решать проблему? А в этот дом по улице Северо-Западной 218 мы приезжаем уже не в первый раз. Вонь, тараканы и коричневые подтеки на потолке – результат собачьей жизнедеятельности. В этой квартире, по словам жильцов, по соседству с людьми живет 10 собак. После первой встречи с нашей съемочной группой наступила затишье, однако ненадолго. Стойкий неприятный запах вновь вернулся в квартиры. Очень-очень мало, если так сдвинулось с места, и то опять же у нас окна проветриваются постоянно в подъезде. То есть выстеглили соседи окна, потому что невозможный запах стоял. Соседи, в чьей квартире живет столько собак, дверь никому не открывают. По словам жильцов, животные воют от голода и недостатка выгула, и кажется, такой приют не в радости самим четвероногим. Я считаю, что хозяев таких огромных, больших собак нужно штрафовать за это, за недостойное содержание своих животных. Однако, по словам общественников, вводить штраф за недолжный уход домашних животных неэффективно. Принятие новых законов не всегда говорит о том, что они будут у нас работать. Когда мы говорим о том, что вы неправильно содержите, не то, что неправильно, а вы жестоко обращаетесь с животными, вы неправильно содержите животных, когда нужно лечить. Сколько бы мы не обращались, сколько бы мы по факту жестокого обращения не обращались в правоохранительные органы, даже имея доказательства, к сожалению, мы получаем в основном отказы. Если инициативу наказывать рублем все же поддержат, за негуманное обращение с животными придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. Безграничное гостеприимство обойдется дешевле. Цена вопроса от 3 до 5 тысяч рублей. А вот будет ли в помощь такая мера четвероногим – большой вопрос. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком.